Искусствоведы, они спорят, кого же Рембрандт изобразил на этой картине старшим сыном. Многие говорят, что вот стоит старший сын. А некоторые говорят, нет, наверное, это кто-то из помощников отца, так вот, может, его управитель, а вот, наверное, старший сын, который даже сидит, не захотел встать. Ну, кто-то из них смотрит, видите, отец обнимает, этот нет. Какой это? Это мне не брат. Это вот сын твой. Да? И смотрит так как-то с каким-то вот непониманием на этого сына. Почему непонимание? Потому что если ужасные дела младшего сына оказались не так важны для отца, получается, и мои великие дела, моя работа, мое столько лет служения отцу, тоже, что ли, не так важно для него? Это я что, напрасно во всем себя ограничивал? Не позволял себе пировать? Никакого теленка, ни мне, ни моим друзьям во всем себя ограничивал? И вы знаете, это как будто другая крайность. Если вот эта крайность такого потребительства, младший сын, то старший сын – это крайность аскезы. Ни-ни-ни, я человек ничего. Этот в развлечении погряз, я никаких, никаких развлечений. Фильмы мирские не смотрю. Книжки? Упаси Боже, кроме Библии, ничего не читаю уже. Много лет мы по нему и видно. Не читаю, не смотрю, ничего. Одеваюсь свято, жена в платочке. Плачь я, так что не увидишь ничего оголенного. Мерзопакость в виде тату никогда не видела наша семья. Знаете, вот они, они вот полны ограничений всевозможных, запретов всевозможных. Только труд, не весело, но для Господа. Трудно, тяжело, но надо. Там на небесах оторвемся, а тут некогда. Пашем и пашем. И вот, вы знаете, вот эта крайность аскезы, ограничений. Когда люди пытаются быть более строгими, чем сам Господь. И это не сегодня началось. Такое было всегда в христианстве. Это было и в первой церкви. Иногда люди пытаются идеализировать первую церковь, но этого не нужно делать. Смотрите, в послании к Колосинам апостол Павел пишет во второй главе, обращаясь к верующим, как раз пишет им об этой же самой проблеме. Крайний аскетизм, какой-то вот люди пытаются быть строже, чем сам Господь. Им мало заповедей Библии, надо еще свои понапридумывать заповеди. И вот Павел пишет, 20 стих второй главы. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». И вот 23 стих. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти». Видите, верующие понапридумывают себе каких-то строгих рамок, как будто вот Бог только в этом и нуждается. Никаких ничего там мирского, все, что в мире, это ужас, 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 написано у Иоанна. Поэтому только правильная одежда, только одна книга у нас, никаких ни фильмов, ни видяшек, ничего. Эта притча показывает, что вот за этой как бы духовностью, а на самом деле это псевдодуховность, обычная гордость. Мы такие. Не то, что вот этот твой сын, мы святые. От макушки головы до подошвы ног. Мы просто святые из святых просто. И, к сожалению, происходит так, что, знаете, вот если вот слишком завертывать там болт или гайку, и вот просто перетянуть, то резьбу-то и срывает. И вот за этим, знаете, консерватизмом, строгостью такое вскрывается, как вот сегодня в консервативных церквах там христианский русскоязычный интернет бурлит там, что оказались там проповедники консервативные, которые были очень строгие, а там такие грехи, как педофилия. Ужасные некоторые не просто грехи, а преступления в глазах общества и государства. И как такое может быть? Да давно уже в народе есть поговорка, чем ложе, тем строже. Меня всегда напрягают люди, которые пытаются быть строже самого Господа, дополняют всевозможные заповеди. Да, никаких там тату, никаких сережек, ничего, ничего. А потом такое там вскрывается. Это касается христианства современного. Как в католичестве, такие строгие ксензы, что просто настолько святые, что даже брак запрещен. А потом оказалось массовое насилие вот этих мальчиков-алтарников. Миллионы и миллионы долларов жертвам были заплачены, до сих пор платятся. Вот. Доигрались со святостью, да закручивали гайки, да ограничивали себя, да понапридумывали всевозможных постановлений. Смотришь там к людям, там прям буквально, извините, до такого, что правильные святые позы в интимных отношениях между мужем и женой и не святые позы, где в Библии ты такое нашел. Святой ты наш. Апостол Павел ясно написал, что муж не власти над своим телом, но жена, и жена не властна над своим телом, но муж. Что для двоих в браке приемлемо, пускай и будет, не лезь туда. Вот вы знаете, многие из вас по 20-30 лет в нашей церкви никогда не требовали, чтобы приходили ко мне супружеские пары и рассказывали про свою интимную жизнь. А в каких вы там занимаетесь позах? А как у вас это все проходит? Потому что это странно, это болезненно. Никогда такого в нашей церкви не было. Это странные практики, когда вот эти настолько люди заигрались, что уже просто они какими-то, знаете, прокурорами у Бога являются. Эти старшие сыновья не хотят заходить там, где младший находится. Настолько они святые. Во всем себя ограничили. Во всем себя от всего отказались. Апостол Павел говорит, это самовольно, это имеет лишь вид мудрости. Самовольное служение. Это глупое никому и прежде всего Небесному Отцу ненужное изнурение плоти. Ничего, кроме гордости, кроме религиозных амбиций, кроме вот этого неповоротливого, консервативного, религиозного ума, ничего за этим не стоит, дорогие. Это псевдосвятость, псевдомудрость. Не нужно это никому. Как это не нужно? Как это не нужно? А что же я столько лет во всем себя ограничивал? Что это? Это ты забил ерундой свою голову, понапридумывал. И отец говорит старшему сыну, что он говорит ему, а? Он говорит, а зачем? Все мое ведь твое. То есть, дорогие, оказалось, что не только младший сын, когда ушел на чужбину, не имел отношений с отцом, но и старший сын, хотя никуда не уходил из дома, но в реальности и у него не было отношений с отцом. Он так ничего и не понял. И если у этого была крайность потребительская, то у этого была крайность аскетическая. И то, и другое. Это как будто две канавы, две обочные. Две. И вот существует в психологии такое понятие, как эмоциональные качели. Эмоциональные качели – это люди, у которых настроение, эмоции, чувства из одной крайности в другую крайность. То они веселые, радостные, то вдруг мрачнее тучи, и все не по ним. И это чаще происходит очень быстро и без всякой видимой причины. Потому что, да, у всех у нас настроение меняется, но у этих людей оно меняется очень быстро. и без существенных причин. То они на позитиве, все готовы обнять, то они просто раздражены, и все их выводят из себя. Как у нашего поэта, то как зверя назовоют, то заплачут, как дитя. Вот это вот эмоциональные качели. И это очень опасное состояние, потому что, смотрите, эмоциональные качели, вот люди, у которых эмоциональные качели, все вокруг них страдают, потому что никогда нельзя предугадать, что им в голову взбрело на этот раз. Они могут прийти то радостными, и то веселыми, то могут прийти мрачнее, мрачнее тучи. И эти люди, они и отношения разрушают, и свою жизнь разрушают. Поэтому над этим надо работать. Как наше тело, оно нуждается часто вот в исцелении, так и наша душа нуждается в исцелении вот этих эмоциональных качелей. Так вот, дорогие, в христианстве существуют духовные качели. Это верующие, которые из одной крайности уходят в другую крайность, которые могут быть, знаете, такими потребительскими, живут такой мирской жизнью, а боги особенно не думают, молятся только о своих нуждах, и чтобы как можно больше всего получить. И вдруг там через какое-то время смотришь, они такими становятся ревностными, всех обличают, всех на место ставят, и просто вот есть Бог главный, а они вторые после Него. И все, что Бог нам не успел досказать через Библию, Он через них нам как бы досказывает. Такое чувство, такое чувство возникает. И они то не думают о Боге, то превращаются в жестких аскетов, а потом смотришь, из аскетов опять в недумающих, то грешу, то истовокаюсь, а потом снова грешу, то таким ведут мирской образ жизни, то уходят в крайнюю строгость и всех обличают. помните, помните, истинка, Истинка.